Швейцарский паноптикум, план Китая и предупреждение Минска. Что может привести к миру в Украине? Эскалация конфликта в Украине выходит на новый совершенно непредсказуемый уровень. Вначале президент Франции заявил о возможной отправке западных войск в Украину. Затем появилась статья в «Ля република», где перечислялись условия, при которых НАТО может вступить в украинский конфликт. К этому стоит добавить передачу Киеву американских дальнобойных ракет «Атакамас» и заявление Лондона о праве Украины наносить удары западным оружием по целям на российской территории. В ответ Минобороны России сообщило о проведении учений с отработкой применения тактического ядерного оружия. На фоне усиления военной риторики особое значение приобретают усилия по радиэскалации. Тема мирного урегулирования стала одной из ключевых во время недавнего визита китайского лидера Си Диньпина в Европу. Китайский план по разрешению конфликта поддержали в Москве. С призывом к мирному урегулированию выступил Минск. Белорусский лидер Александр Лукашенко предупредил, если сейчас не пойти на переговоры, Украина с течением времени может утратить государственность и прекратить свое существование. Воинственный Макрон, линии НАТО и зеленый свет из Лондона. Как Запад нагнетает ситуацию? Последние месяцы ознаменовались неудачами украинской армии на поле боя. А вместе с этим ростом воинственной риторики со стороны ряда западных официальных лиц. В Париже 26 февраля состоялась конференция по поддержке Киева, во время которой французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что на Западе рассматривается возможность отправки войск в Украину. Сегодня вечером все обсуждалось в свободной и прямой манере. Консенсуса относительно официальной отправки сухопутных войск нет, но с течением времени ничего исключать нельзя, заявил Макрон. Он добавил, что Запад намерен приложить все усилия, чтобы Россия не смогла выйти победителем из нынешнего конфликта. Макрон заявил, что союзникам Украины необходимо активизировать поддержку Киева. Для этого Запад должен изменить подход и учитывать трансформацию угрозы с военной и стратегической точек зрения. Макрон также объявил о создании новой коалиции, которая будет поставлять Украине ракеты и боеприпасы большой дальности. Параллельно с этим Макрон заявил, что Запад не желает войны с российским народом и хочет избежать эскалации конфликта в Украине. Заявление Макрона вызвало широкий резонанс. Ряд европейских стран заявили, что не намерены направлять свои войска для участия в украинском конфликте. Однако были и те, кого заинтересовали слова французского лидера. Прежде всего, речь о странах Балтии. В то же время появилась информация о том, что некоторые страны НАТО уже направили своих военных в Украину. Об этом, в частности, заявлял глава польского МИД Радослав Сикорский. О присутствии небольшого числа военнослужащих НАТО в Украине говорил и премьер-министр Польши Дональд Туск. В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что по информации российских спецслужб, люди, которые имеют прямое отношение к НАТО, уже давно находятся на территории Украины. 2 мая президент Франции вновь заговорил о возможной отправке военнослужащих в Украину. При этом Макрон назвал два условия для реализации подобных мер. Во-первых, это прорыв линии фронта российскими военными. Во-вторых, официальный запрос на ввод войск со стороны Украины. Еще на саммите НАТО в 2022 году мы исключали отправку танков, дальнобойных ракет и военных самолетов. Теперь мы всем этим занимаемся, так что исключать остальное было бы ошибкой, сказал Макрон. Он также отметил, что с позиций Парижа согласны многие страны. Тему с отправкой натовских военных в Украину подхватила итальянская газета «Ля Република». Издание утверждает, что НАТО в частном порядке установило как минимум две красные линии, пересечение которых приведет к вовлечению стран Альянса в украинский конфликт. Первая линия – это прямое или косвенное вмешательство в конфликт третьих стран. Вторая, красная линия – это военная провокация в отношении Польши, стран Балтии или Молдовы. Если данные линии будут пересечены, Альянс может задействовать около 100 тысяч военных, которые дислоцируются в Польше, Румынии, Венгрии, странах Балтии и Словакии, пишет «Ля Република». Однако, указывая Москве на свои красные линии, страны НАТО то и дело норовят пересечь российские. В конце апреля Вашингтон одобрил в отделении Украине очередного пакета военной помощи, который, среди прочего, включает поставки дальнобойных ракет «Атакамас». То есть речь идет об оружии, которое способно поражать объекты на территории России. Правда, следом за этим появилась информация, что США еще в марте тайно передали Киеву ракеты «Атакамас». Вскоре после этого глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Украины есть право наносить удары британским оружием по целям внутри России. В итоге в российский МИД были вызваны послы Великобритании и Франции, а Минобороны России в ответ на провокации стран Запада анонсировала учение с отработкой подготовки и применения нестратегического ядерного оружия для поддержания готовности личного состава и техники. Вслед за этим Министерство обороны Беларуси сообщило о проведении внезапной проверки средств носителей нестратегического ядерного оружия. При этом, как отметил президент Беларуси Александр Лукашенко, данная проверка носит исключительно оборонительный характер. Находящееся в Беларуси нестратегическое ядерное оружие – это оружие сдерживания и защиты, отметил глава государства. Нерабочая формула. В чем подвох мирной конференции в Швейцарии? Предпринимая шаги, направленные на эскалацию конфликта, Запад в то же время инициирует проведение международной конференции по урегулированию ситуации в Украине. Правда, миротворческие усилия Запада вызывают немало вопросов. Во-первых, конференция по урегулированию конфликта не предполагает участия России, что фактически делает ее бессмысленной. Во-вторых, организаторы встречи ставят целью обсуждения так называемой «формулы мира», выдвинутой президентом Украины Владимиром Зеленским. Другими словами, конференция нацелена на продвижение западных нарративов, а не на поиск компромиссов. По данным МИД Швейцарии, конференция состоится 15-16 июня в Бюргенштоке. Для участия были приглашены более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств. Среди приглашенных представители стран G20, BRICS и ЕС, а также международных организаций ООН, ОБСЕ и Евросовета. Приглашения получили Ватикан и Патриарх Константинопольский. Как сообщила швейцарская газета, организаторы конференции в Швейцарии заинтересованы в привлечении на форум стран глобального юга – Китая, Индии, ЮАР, Бразилии и Саудовской Аравии. В то же время украинское издание «Страна» отмечает, что для Запада особенно важно присутствие на мероприятии в Бюргенштоке китайских представителей. Киев и Запад очень хотят, чтобы на ней присутствовал Китай. Потому что без него эта конференция не выполнит свою главную роль, которую ей отводят Украина и Запад – продемонстрировать объединение ведущих мировых держав вокруг формулы мира Зеленского, пишет «Страна». А вот что говорится в заявлении швейцарского МИД касательно участия российской делегации. «Россия на данный момент не была приглашена». Швейцария демонстрировала открытость идеи выслать приглашение России на эту конференцию. Тем не менее, Россия уже многократно, в том числе публично, говорила, что не заинтересована в участии в ней», – говорится в заявлении. При этом в ведомстве признали, что Россия должна быть вовлечена в мирный процесс. Без Москвы он невозможен. В сообщении швейцарского МИД также говорится, что во время конференции планируется разработать дорожную карту для урегулирования конфликта в Украине. Конференция будет основываться на дискуссиях последних месяцев, в частности, на украинской формуле мира и других мирных предложениях, опирающихся на устав ООН и базовые принципы международного права, говорится в сообщении ведомства. Что касается формулы мира Зеленского, то она была предложена еще в ноябре 2022 года на саммите G20. Ее условия включают в себя радиационную, ядерную, продовольственную и энергетическую безопасность, освобождение всех военнопленных, восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск и прекращение боевых действий, недопущение эскалации и фиксацию окончания спецоперации. И если одни пункты плана Зеленского можно приветствовать, то другие заведомо невыполнимы. Четыре региона – ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская область – по итогам референдумов уже включены в состав России. Поэтому формула Зеленского на сегодняшний день не имеет смысла, а значит, она не может лечь в основу переговорного процесса. Однако в Киеве продолжают стоять на своем. По словам советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, в ходе предстоящей конференции в Швейцарии Киев планирует окончательно принять формулу мира и подкрепить ее поддержкой максимального числа стран. Прямые переговоры с Россией в принципе невозможны. Однако саммит в Швейцарии – очень важная площадка. У нас есть три цели. Окончательное принятие формулы мира как единственного пути к справедливому миру. Во-вторых, добиться поддержки этой формулы от максимального числа государств. И в-третьих, по итогам встречи мы должны определить, как нам вернуться к соблюдению международного права, заявил Подоляк. Швейцарский паноптикум. Что думают в России о мирных инициативах Запада? О бессмысленности предложений Киева, а также планируемой Западом конференции в Швейцарии неоднократно заявляли в России. Президент России Владимир Путин назвал конференцию в Швейцарии паноптикумом. «Теперь, как вы знаете, продвигается идея провести какую-то конференцию в Швейцарии. Нас туда не приглашают. Более того, считают, что нам там делать нечего. И в то же время говорят, что и без нас ничего решить невозможно. А поскольку мы туда не едем, это вообще паноптикум какой-то. Говорят, что мы отказываемся от переговоров. Нас не приглашали. И говорят, что мы отказываемся. Было бы смешно, если бы не было так грустно», – отметил Путин. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что переговоры по урегулированию конфликта в Украине без участия России не нацелены на результат. «Мы не понимаем, что это за веха. Это мирная конференция. О какой серьезной конференции с серьезными ожиданиями, о какой результативности можно говорить без участия России. Это совершенно невозможно. Это какая-то инициатива, которая не настроена на результат», – приводит слова Пескова ТАСС. Он подчеркнул, что позиция России относительно мирных переговоров хорошо известна. «Она последовательна, она абсолютно прозрачна, она неоднократно повторялась и подтверждалась нашим президентом», – добавил пресс-секретарь. Глава МИД России Сергей Лавров в свою очередь заявил, что Украина и страны Запада не готовы к серьезному разговору о мирном урегулировании конфликта. «Пока разговаривать не с кем. Я привозил примеры заявлений украинского, американского и европейского руководства, политического класса. Никто из них не готов к серьезному разговору. Они играют в пародию на переговоры в виде встречи в Швейцарии. Копенгагенский формат абсолютно тупиковый», – сказал Лавров в интервью телеканалу АТВ. Дипломат отметил, что Запад всеми правдами и неправдами, шантажом и враньем пытается затянуть на свой саммит максимальное количество развивающихся стран и государств глобального юга. При этом он отметил, что некоторые страны участвуют в подобных встречах с единственной целью – объяснить бессмысленность подобных мероприятий без участия России и на основе ультиматумов. «Некоторые уже разочаровались и перестали приезжать на подобного рода мероприятия», – сказал Лавров. Он также заявил, что Россия не станет принимать участие в швейцарской конференции и любых подобных мероприятиях, целью которых является продвижение формулы мира Зеленского. Лавров отметил, что Россия всерьез открыта к переговорам, но на основе реалий. Что касается конференции в Швейцарии, то, несмотря на громкие заявления о том, что это будет новая инициатива, посвященная выработке общеприемлемых подходов, это неправда. Швейцарская конфедерация – уже давно не нейтральное государство. Она в первых рядах тех, кто поддерживает и вооружает киевский режим. «Это государство занимает наиболее жесткую позицию по отношению к России, в том числе в плане введения новых санкций», – заявил Лавров. Он также отметил, что украинские власти не желают видеть Россию на швейцарской конференции. «Ведь сначала надо в своем кругу охмурить страны глобального юга и затащить их на общую платформу, которая будет в качестве ультиматума предъявлена России», – объяснил Лавров. В то же время помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков заявил, что Москва ценит позицию китайских партнеров касательно неучастия Китая в международной конференции в Швейцарии. «Мы ценим мудрую, взвешенную позицию наших китайских партнеров касательно неучастия Китая в организуемой в Швейцарии международной конференции, посвященной реализации формулы мира Зеленского», – сказал представитель Кремля. В условиях равноправия. Какова позиция Китая? С самого начала украинского конфликта китайская сторона призывала к поиску мирных путей урегулирования ситуации. Пекин заявлял, что придерживается нейтральной позиции по отношению к военным действиям в Украине. В то же время китайские власти неоднократно призывали третьи страны не подливать масло в огонь конфликта, преследуя свои сиюминутные цели. 24 февраля 2023 года, в годовщину украинского конфликта, МИД Китая обнародовал план урегулирования кризиса в Украине, состоящий из 12 пунктов. В опубликованном документе Пекин назвал диалог и переговоры единственным выходом из украинского кризиса и призвал все стороны поддерживать встречные шаги Москвы и Киева в пользу скорейшего восстановления прямого диалога и полного прекращения военных действий. Пекин также призвал мировое сообщество способствовать запуску политического урегулирования кризиса, создать условия для возобновления переговоров и предоставить соответствующие площадки. Китайская сторона готова продолжать играть для этого конструктивную роль, говорится в документе. Кроме этого, Пекин призвал страны отказаться от менталитета холодной войны и избежать ядерного кризиса. Вскоре после публикации китайского мирного плана состоялся официальный визит Си Цзиньпина в Москву. Тогда же президент России Владимир Путин заявил, что многие из положений выдвинутого Китаем мирного плана созвучны российским подходом и могут быть взяты за основу для мирного урегулирования, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве. В то же время на Западе китайский план не поддержали, расценив его как декларативный. Зеленский заявил, что предложенные Китаем тезисы являются набором размышлений. Тем не менее, Пекин продолжил усилия по мирному разрешению ситуации в Украине и за два минувших года провел колоссальную дипломатическую работу. Так, тема мирного урегулирования неоднократно поднималась во время встречи Си Цзиньпина и китайских дипломатов с представителями стран Европы и глобального юга. Лидер КНР также заявлял о необходимости мирного диалога между Москвой и Киевом во время переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, состоявшихся год назад. Кроме этого, Пекин уже дважды направлял в страны Европы специальную делегацию для проведения консультации по урегулированию кризиса. Примечательно, что главой делегации был назначен бывший посол Китая в Москве Ли Хуэй. Тема мирного урегулирования стала одной из ключевых во время недавнего визита китайского лидера Си Цзиньпина в европейские страны. Председатель КНР на минувшей неделе посетил Францию, Сербию и Венгрию. Стоит отметить, что это была первая за последние пять лет поездка китайского лидера в Европу. Как сообщила американская газета The New York Times, президент Франции Эммануэль Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляян пытались заставить Си Цзиньпина повлиять на Россию в связи с конфликтом в Украине. Однако данные усилия оказались безуспешными. Китайский лидер призвал Францию и ЕС направиться в местное усилие для противодействия эскалации боевых действий в Украине, а также создавать условия для мирных переговоров. Также Си Цзиньпин заявил, что для мирного урегулирования в Украине Китай готов поддерживать контакты с соответствующими сторонами. Кроме этого, Си Цзиньпин заявил, что Китай поддерживает проведение мирной конференции по Украине, но она должна быть признана и Киевом, и Москвой. История показывает, что конфликт не может быть решен иначе, чем через переговоры. Мы призываем все стороны возобновить диалог. Мы поддержим проведение международной мирной конференции, которая будет признана Россией и Украиной, которая будет проходить в условиях равноправия и сделает возможными сбалансированные дискуссии, сказал китайский лидер. Стоит отметить, что в России подходы Китая к урегулированию украинского кризиса оценивают положительно. Об этом в частности заявил президент России Владимир Путин, который в преддверии своего визита в Пекин 16-17 мая дал интервью китайскому агентству Синьхуа. По словам Путина, в Пекине прекрасно понимают первопричины и глобальное геополитическое значение украинского кризиса, что нашло отражение в мирном плане Китая, опубликованном в феврале 2023 года. «Зафиксированные в документе идеи и предложения свидетельствуют об искреннем стремлении наших китайских друзей способствовать стабилизации ситуации», – сказал президент Российской Федерации. Путин подчеркнул, что недавно высказанные Си День Пином четыре дополнительных принципа «разрешение конфликта органично дополняют упомянутый план». Предложенные Пекином реалистичные и конструктивные шаги развивают идеи о необходимости преодоления менталитета холодной войны, неделимости безопасности, соблюдении норм международного права и устава ООН во всей их совокупности и взаимосвязи. Поэтому данные принципы могли бы быть положены в основу политико-дипломатического процесса, который бы принимал во внимание озабоченности России в области безопасности, «способствовал установлению долгосрочного и устойчивого мира», – считает Путин. Российский лидер также отметил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров. «Мы хотим всеобъемлющего, устойчивого и справедливого урегулирования этого конфликта мирными средствами и открыты к диалогу по Украине. Но это должны быть переговоры, учитывающие интересы всех вовлеченных в этот конфликт стран, в том числе и наши интересы», – сказал он. «Тем не менее, данные инициативы пока не находят поддержки ни в Украине, ни на Западе. Они не готовы к равноправному, честному и открытому диалогу, основанному на взаимном уважении и учете интересов друг друга. Не хотят обсуждать именно первопричины – истоки сегодняшнего кризиса на планете, одним из драматических проявлений которого и стала ситуация вокруг Украины», – сказал президент Российской Федерации. С этого можно начинать. Каким видят мирное урегулирование в Минске? В числе первых, кто выступил с мирными инициативами после начала российской спецоперации, была Беларусь. Президент страны Александр Лукашенко лично вел переговоры с лидерами Украины и России с целью остановить боевые действия и дать миру еще один шанс. В итоге, на территории Беларуси удалось провести несколько раундов переговоров делегаций Российской Федерации Украины. Затем стороны провели очную встречу в Стамбуле. Как известно, в итоге украинская сторона в одностороннем порядке вышла из переговорного процесса. В конце апреля, выступая на Всебелорусском народном собрании, Лукашенко отметил, что сейчас сложилась самая удобная ситуация для мирных переговоров. Начать можно было бы со стамбульских договоренностей, считает глава государства. Это не значит, что в результате переговоров будут приняты или положены в основу мирного договора эти парафированные сторонами соглашения. Нет. Но с них можно начинать и двигаться вперед. Конечно, мирный договор не будет копией этих соглашений. Мирный договор будет другой, но с этого можно начинать, считает глава государства. Все военные, руководители спецслужб Запада, политики и руководители государств уже публично говорят о том, что нельзя допустить победы Путина. Если вы настаиваете, что нельзя, то это момент для переговоров. Сыграйте в ничью на этом этапе, предложил Лукашенко. Не надо выдвигать радикальных решений, как формула Володи Зеленского. Вроде патриотична и так далее, но она нереальная. Россияне сегодня не уйдут ни из Крыма, ни из восточных регионов. Поэтому если выдвигаются, неприемливая до переговоров предложения, это значит, что та сторона, которая их выдвигает, не готова идти на переговоры. Президент также заявил, что украинским военным эта война надоела. Но они не могут предпринять самостоятельных действий. Потому что за Зеленским, который хочет воевать до последнего украинца, стоят целые войска НАТО и весь Западноевропейский блок и Соединенные Штаты Америки. Ситуация очень серьезная. Но если сейчас, по моему мнению, не пойти на переговоры, Украина с течением времени утратит и свою государственность и может прекратить свое существование, уверен белорусский лидер. В Украине сегодня нужен мир. Свидетельством тому являются бегства более-менее здоровых, здравых украинцев из страны. Чтобы не попасть на фронт, никто сегодня не хочет воевать. Поэтому надо идти к миру. Тему мирного урегулирования в Украине Лукашенко поднял во время визита в Москву 11-12 апреля. Тогда белорусский лидер заявил, что без участия России в переговорах по Украине никакого мирного процесса быть не может. Если они хотят в Швейцарии, они же это называют мирной конференцией, без нас говорить о мире в Украине, Господь с ними. Наша позиция заключается в том, что они могут там договориться только как усилить эскалацию этого конфликта. Без России какой может быть мирный там процесс? Не может быть мирного процесса. Подчеркнул Лукашенко. Может, они и правы, что не приглашают нас туда. Потому что о чем с ними можно разговаривать, если они пытаются там собрать сто с лишним государств и что-то там нам продиктовать или наклонить нас? Это же не предложение к мирным переговорам. Обратил внимание белорусский лидер. Президент Беларуси также указал на возможные проблемы в связи со скорым истечением полномочий Зеленского на посту президента. Может создаться ситуация, когда тот же Путин скажет. Ребята, а с кем подписывать договор? Полномочия у президента Украины истекли. Сегодня мы подпишем с ним, допустим, какой-то договор. Завтра вы придете к власти, станете президентом. Вам это не понравится. А они умеют это делать, как по Минским соглашениям, помните? Они это все отбросят и скажут. Да это нелегитимный президент подписывал. Я вообще этого не знаю. Новый президент скажет. Смоделировал возможную ситуацию Лукашенко. Президент Беларуси считает, что такое реально может произойти. Особенно не дай бог там Петр Порошенко придет к власти. Он скажет. Я это не знаю и знать не хочу. Завтра ему на карман надавят миллиарды, же жмут всегда американцы и скажут. Продолжай войну. Будет продолжаться война. Поэтому, как говорил первый президент России, загогулинка какая-то есть, добавил Лукашенко. Он также обратил внимание, что поддержка Зеленского в Украине снижается. Мы очень внимательно наблюдаем, что происходит внутри Украины. Главное, это внутри. В начале СВО Володю Зеленского поддерживали почти 98%. Сегодня разнятся цифры. Кто-то говорит 34%, а последние данные у россиян около 14%. Самый высокий рейтинг у заложного – 35%. Все равно немного. Видите, какое падение, если говорить о президенте? Отметил белорусский лидер. Глава государства также прокомментировал информацию о проведении Белоруссии и России совместной тренировки по задействованию ядерного оружия. Президент отметил, что внезапная проверка средств носителей нестратегического ядерного оружия носит исключительно оборонительный характер. Особо отмечу, что проверка носит исключительно оборонительный характер. Она призвана обеспечить готовность белорусских воинских частей к работе со специальными боеприпасами, а также отладить механизмы управления войсками и взаимодействия союзных органов управления. По завершению совместной тренировки наши войска продолжат мероприятия по адекватному реагированию на изменение обстановки, рассказал Лукашенко. По его словам, первый этап тренировки Россия и Беларусь провели порознь. «Но нами было принято вчера решение, чтобы мы синхронизировались и проводили второй и третий этапы вместе», — пояснил Лукашенко. Владимир Владимирович правильно подчеркнул. «Это не в первый раз. У нас это третья тренировка. В России десятки были. Поэтому мы синхронизируем». И генеральные штабы уже приступили к исполнению. Между тем, министр иностранных дел Беларуси Сергей Олейник в интервью РИА Новости заявил, что наша страна всегда была и остается миролюбивым государством. «С территории Беларуси никогда не исходила и не будет исходить угроза. Согласно нашей Конституции, с территории Беларуси не может быть совершена никакая агрессия. Это постулаты, которые незыблемы», — подчеркнул он. «Более того, Беларусь готова приложить усилия для достижения мира в соседней Украине. Наши двери для мирных переговоров открыты. Они всегда были, есть и остаются открытыми. Мы всегда будем готовы принять у себя на белорусской земле переговоры, которые, как мы надеемся, будут способствовать восстановлению мира и прекращению кровопролития в Украине», — подчеркнул глава МИД. Однако, по его словам, все зависит от политической воли украинского руководства. «Мы видим, что народ Украины сегодня все больше и больше хотел бы восстановления мира и прекращения страданий, с которыми они сталкиваются. Но все сегодня находится в руках политиков. Будем надеяться, что рано или поздно переговоры возобновятся. Но возобновятся действительно в правильном формате между Россией и Украиной. Естественно, и мы себя видим частью этого процесса, поскольку конфликт непосредственно затрагивает и Беларусь», — резюмировал Алиник.